Сегодня видео начинается с неприятной истории. И так как стояла моя орхидея на этой стойке, и упала. Кто-то ее уронил. Не будем говорить кто, но есть кто. Видите, она упала, вывалилась из горшка, обломался красивейший цветонос. Орхидейка замечательная. Сильно поломался цветонос. Цветочки бы еще цвели и цвели. Она сказочно красивая. Мне сказали, она называется Ягуар. Цветонос нужно снять. Я его обрежу и поставлю в водичку. Такая красота. Еще полюбуюсь с ним некоторое время. В воде тоже постоит. Ничего. Она выпустит новый цветонос. Пока надо посмотреть эту орхидею. Уже заодно нужно рассмотреть ее корневую систему. И вынуть обязательно этот торфяной стаканчик. Так как из-за него начнутся большие проблемы. Вот я сразу немедленно его вынимаю. Даже не поднимая орхидею с пола. Сначала уберу стаканчик. А зачем? Подниму орхидейку. Все. Листики она не повредила. С высоты хорошей падала. Но листочки не повредила. Корневая шеечка. Это была ренимашечка. Я покупала. Так что корни. Тоже не совсем в хорошем состоянии. Она отойдет. Она не запущенная. Внили на лицо нет. Я обрежу. Даже не буду обрезать цветонос. Эти почки вот не цвели. Они еще могут распуститься в любой момент. Она обломалась не до конца. Точка роста у нее есть. Листики крепкие. Будем надеяться на ее дальнейшее цветение. Сейчас мне нужно это все поубирать. И поставить цветонос в вазочку. Пусть она мне еще порадует. Некоторое время. Хотя бы в водичке. Это орхидейка, которая упала с высоты. Вот я ее цветонос поставила в чашечку. Она пробыла у меня без торфяного стаканчика сутки. Сейчас нужно разобрать корневую и начать защитить ее от вредителей. Снимаем палочку. Очищаем от субстрата. И посмотрим корневую. Корневая вроде бы не загнила ничего. Она молодец, сама упала. И пришлось ей вовремя вынуть этот мокнущий стаканчик. И она нигде не подпортилась. Растение в полном порядке. Вот этот листочек, самый нижний желтый, его можно убрать. Нужно было бы раздвоить его пополам и с двух сторон убрать. А так как он самый нижний, маленький, я его просто потянула и он отпал. Ну, вот так вот примерно. Остальное посмотрим потом, когда оно отмокнет. Это все я убираю. Поднос мне не нужен. Теперь я беру водичку. Отстойная вода у меня здесь. Я набрала воду с фильтра. И она простояла у меня ночь. Теперь я хотела положить октару от вредителей. Но октара не оказалось. Был октор и конфидор. Это тоже от вредителей. Я возьму октор. Растворяю в этой воде. Порошочек. Я добавлю сюда три компонента. Чтобы моему растению было хорошо. То есть от вредителей, от грибковых заболеваний. Вот у меня растворенный фитоспорин. Фитоспорин. Концентринный равный раствор. Я покупала в брикете. Как я разводила, я вам покажу. Есть видео. Вот столько достаточно. Это два компонента. И третий компонент я положу витамин В12. Одну ампулку. Она очень легко ломается. И в этот раствор. Сейчас я его смешаю. Погружу свою орхидейку. Вот эта, которая упала. Я ее полностью погружаю. Вот так. Корнями. И реанимашечка орхидеечка. Которую я реанимировала за день. До этой. И две орхидейки простоят в таком состоянии. До утра. Мои орхидеи напитаются витаминами. Напитаются раствором фитоспорина. Это от грибковых заболеваний. И одновременно избавятся от вредителей. Так как это инстицид широкого профиля. И он долго избавляет. То есть впитывается в само растение. И вредитель. Укусив хотя бы один раз. Погибает. Мои орхидеи простояли в этом растворе до утра. Теперь я беру такие кашпо. И буду доставать их для обсушки. Сейчас посмотрим какие получились корни. Посмотрите какие зеленые корни. Замечательные. Напитались. Очень хорошо. Я оставлю в кашпо. И оставлю еще на некоторое время. Чтобы они просохли. И вторую орхидейку тоже достанет. Когда они просохнут. Я обрежу. Все не нужно. Видите. Уже видно. Зеленое. То есть это все хорошее. А такое гниющее коричневое. Это все желательно срезать. Чтобы орхидейка дальше не гнила. Ну пока пускай просохнет. Этот раствор я вылью. Так как орхидейки у меня новые. Стояли на карантине. И неизвестно какие у них там болячки. Проявятся или не проявятся. Может они будут здоровые. Моя орхидейка реанимашка. Больше орхидейкой ее назвать невозможно. Так как она потеряла всю корневую. Она постояла немного. И корень показал свое. Что он весь порченный. И пришел непригодность. Только некоторое количество корней осталось в хорошем состоянии. Вот этот листик надо снять. Я считаю, что нужно снять. Так как он самый нижний, маленький. И мешает здесь немного. Но меня радует одно, что у нее не черный стволик. Хотя есть черноты много. Но он не совсем черненький. Стволик еще хороший. Можно побороться за нее. Мы поборемся. Этот листик тоже бы снять. Или пусть побудет. Но у нее хороший корешочек. Вот этот один. Я ее поставлю на водную систему. Сажать не буду. Так как я считаю, что она может 100% начнет гнить. А мне надо, чтобы она пустила в рост молоденький листочек. И новые корни. Затем уже можно будет ее посадить. Я взяла стаканчик от Кока-Колы. Такой удлиненый высокий бокал. Налила туда воды. Воду добавлять ничего не буду. Хочу понаблюдать, что будет с моей орхидейкой. Один корешок погружаю в водичку. А основанием она не должна дотрагиваться до воды. Только один корешок. Если вам покажется, что нужно меньше воды, отлейте. Чтобы она хорошо не болталась. О, стаканчики. В вот таком состоянии она будет стоять. И я буду наблюдать за этой орхидейкой. Она была цветущая, красивая. Но реанимашка. По соответственной цене. Значит, в магазине уже знали, что будет с ней. Раз ее уценили. И ничего, будем ее спасать. На окно я оставить не буду. Вот у меня здесь стоят две реанимашки. Получается новая реанимашка. Вот это, что сегодня я ее обрабатывала. Вот реанимашка, которая начали желтеть листики. И пенек, с которой я обрезала само растение. Будем наблюдать за их дальнейшими действиями. Через какое время пустят новые корешочки или листочки. Все буду снимать, все показывать. Цветонос я не обрезаю. До свидания. Спасибо за внимание. Продолжение следует...